Такого количества изъятого амфетамина не припомнят и бывалые оперативники. На скамью подсудимых Владимир Васильев попал за сбыт и хранение наркотиков. В ходе обыска, проведенного в квартире по месту жительства данного гражданина, было обнаружено более 200 грамм амфетамина и более 6 грамм марихуаны, а также весы и пакетики для фасовки данного наркотического средства. Молодой человек еще до начала заседания просил суд запретить съемку. Пояснил, он известный в городе музыкант. И действительно, в соцсетях есть страничка диджея Неона. На фотографиях человек, очень похожий на Васильева. Задержали предполагаемого клубного резидента в конце марта в Ярославле, что называется, со статьей в кармане. Был задержан гражданин, 1988 года рождения, уроженец города Рыбинска, Ярославской области. При данном гражданине находились наркотические средства, психотропные вещества в крупном размере. Свою вину молодой человек отрицал с самого начала. Ну я как бы знаю, за что привели. Только это сфабриковано интересно. Ну ты не согласен? Я не согласен, так я и написал. В деле 4 эпизода. По 3 наказания колеблется от 10 до 20 лет. По 4, самому серьезному, это может быть и вовсе высшая мера наказания. Этот эпизод преступления органов предварительного следствия квалифицируется как приготовление к сбыту наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере. Санкция за данный эпизод преступления предусматривает в том числе и пожизненное лишение свободы. Слушание по этому делу только начались. Приговор Владимир Васильев услышит не раньше июля. Александр Лисицин, Георгий Иванов. День в событиях.